Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал У меня в садочке. Вот еще один препарат из моей садовой аптечки, называется он ТАПАС. Он также, как и ТИАВИДЖЕТ, борется с мучнистой росой, разными видами мучнистой росы. С ржавчиной еще борется, с таким заболеванием тоже опасным, грибным. С плодовой гнилью можно бороться с помощью этого препарата. Действующее вещество данного препарата – пенконозол. Ну, конечно, что сказать, это по-настоящему химический препарат, но он обладает очень ценными качествами. Поэтому я рекомендую все-таки иметь его в аптечке. Он поможет в таких случаях, когда больше не поможет никакой препарат. Вот. Он у меня всегда имеется в наличии. ТАПАС. Вот. Механизм действия вещества вот этого пенконозол. Оно останавливает прорастание спор гриба. И грибы в итоге не могут размножаться. То есть, этим препаратом можно обрабатывать весной, ранней весной. Осенью можно обрабатывать. То есть, по мере надобности. При достаточно низких температурах, при которых вообще никакие препараты нельзя использовать, а ТАПАС вот можно использовать. Даже когда заморозки по ночам бывают, осенью, например, имеется такая вот нужда обработать виноград, например, от аидиума. Вот можно использовать ТАПАС. Препарат моментально впитывается при обработке. Буквально 3-4 часа и уже не страшно, если пойдет дождь. То есть, растение будет защищено от гриба, от грибных инфекций. Вот. Так, что можно сказать еще? Так, вот как впитался вот этот вот пенконозол, он распространяется по сосудам растения и защищает молодые, то есть, верхушки побегов, молодые листья, которые появляются, они уже как бы защищены. Вот. Это тоже очень хорошо. Ну, еще одно ценное качество, кстати. Его можно использовать для комнатных растений. Мало какие химикаты можно использовать в жилых помещениях. Вот. ТАПАС можно. Можно защищать фиалки, например, от мучнистой росы. Вот. Период распада вот данного вещества, данного препарата, 2-3 недели. Все же, если у вас, конечно, есть возможность применить ТИАВИДЖЕТ, нужно применять ТИАВИДЖЕТ. Потому что ТАПАС, это... Все-таки он более... Он накапливается, во-первых, в почве. То есть, все-таки это химия, что ни говори. Поэтому я вот, например, на винограде использую его не в профилактических целях. У меня АИДЮМ, он редко возникает. Вот, буквально один раз возник АИДЮМ, я использовала вот ТАПАС. Вот. Потому что была осень уже, ТИАВИДЖЕТ не сработал бы у меня. Я вот использовала ТАПАС в данном случае. А так вообще... Если есть возможность, конечно, используйте лучше ТИАВИДЖЕТ. Сера все-таки он... Серу содержит. Сера... Она испарилась, и все. Ничего не осталось. Ни в почве, ни на листьях, нигде. Вот. Так, что еще можно по поводу этого препарата сказать? Ну, покупайте его, покупайте. Боритесь с заболеваниями. Вот, кстати, однажды я видела ролик. У меня прям волосы дыбом встали. И мужчина какой-то, вот, показывал свой виноградник. Вот полностью, полностью пораженный АИДЮМом. Там вот рассадник был этого АИДЮМа. И он вот хвастался тем, что он сторонник такого природного виноградарства. Вот. И противник вот химии. Ну, конечно, я тоже не очень рада применению вот химии, настоящей такой химии, на участке у себя. Но есть такие культуры, вот, как виноград. Тут нужно просто выбрать. Либо ты занимаешься виноградом и применяешь препараты, которые помогают бороться с грибными инфекциями, по-настоящему бороться. Либо ты не делаешь, как бы, из своего виноградника рассадник инфекции и не заражаешь в итоге виноград соседей, всех тебя окружающих. Вот. Поэтому имейте в виду вот данный препарат. И имейте в виду то, что не со всеми грибными инфекциями можно справиться с щадящими препаратами. И не всегда. Вот. Ну, пока у меня всё. С вами была Татьяна. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!